Ростов-на-Дону Ростов-Арена вошел в топ лучших стадионов мира по версии авторитетного сайта StadiumDB.com. Кроме него в списке еще 7 российских спортивных арен, построенных к Мундиалю. Сейчас на сайте StadiumDB.com идет голосование. Организаторы предлагают выбрать 5 лучших из 27. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить обоснованность тарифов на обслуживание самолетов в Международном аэропорту Платов. Как он сообщил на заседании Совета по инвестициям, аэропорт завышает цены на обслуживание, что может помешать развитию аэропортового комплекса. Городской пляж на Северном водохранилище в Ростове планируют благоустроить. Там организуют детскую площадку, завезут новый песок, установят кабинки для переодевания и отремонтируют зонты. Сейчас решается вопрос с финансированием. Ростовская анимационная студия сделала короткий ролик с нарисованным Уиллом Смитом и выложила его на свою страницу в Инстаграме, сообщает 161.ru. Авторы уже и не надеялись, что их заметят, но спустя месяц голливудский актер и музыкант разместил это видео у себя в профиле, где он нарисованный едет за рулем кабриолета. Собрать корзину доброты призывают ростовчан. Организаторы благотворительного продовольственного марафона предложили присоединиться к акции, благополучателями которой станет тысяча одиноких нуждающихся пенсионеров. В этой акции в Ростове участвуют 146 магазинов, это магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Соответственно, придя в любой из этих магазинов 2-го числа, 2-го марта, можно будет приобрести какой-то продукт, нескоропортящийся, и оставить нашему волонтеру после зоны касты. Для того, чтобы стимулировать покупателей, запланировали начисление дополнительных баллов, двойное начисление баллов на «Воручай карты». Акция идет весь день с 10 до 6 часов. С 6 часов мы начинаем собирать продукты из всех магазинов и свозить их на склад. Мы раскладываем продукты по категориям, чтобы на следующий день, 3-го числа, волонтеры фонда имели возможность начать сортировку и собирать продуктовые наборы.